welcome дорогие друзья райд-геймса поставили здесь музыку на самому и весь чатик превратился в е е е е е е � GC Kurt с маленьком ума а 2 минуты у нас до партии и в лжине спрс команды флой квест где fly квесты лидирует все еще со счетом 21 почему говорю во все еще потому что они только что отдали игру причем отдали ее а в быстром таком темпе за 20 по ум одну минуту их победили дать пока редит почитаемся на делать нечего или можно пойти как обычно в городам давайте просто нажму а здесь быстренько на редит зайду тэйлсу фрунтера пилд овер против зауна точнее пилд овер и заун видео труд genius мы сегодня с вами уже посмотрели реакцию на него я выложил уже на youtube спасибо тем кто уже лайки там поставил найти можно его легко на ю тубе конечно же дабл и лифт чич с л.с. about reality удать послушаем дабл лифт учит лс реальной жизни patterns that the opponents are displaying in lane right but do you agree or disagree that a jungle our jungler should be able to f key to your lane understand the lane state and then know how to path i do agree with that point i hundred percent agree that would be ideal that's not reality though the reality is a junk like most jungles that i've played with cannot f key to a lane and tell you whether or not it's gankable the lane needs to dictate when it's gankable and and how it's gankable that's word it here it's you know like you should come like this pathing like that's just my experience as a player but i agree like i would love a loved it if i would love a loved it if i don't have to tell x midi or brox какой-то элэс реально фантазер я не знаю сейчас переведу то что он сказал короче элэс задал нам интересную дилемму он говорит что в идеальной лиге легенд но я уже здесь будет матч сейчас будет драфтинг и мы будем с вами фулк скриниться в идеальной лиге легенд лс говорит лесник должен всегда афк шить у той линии которая считается тир-1 линии вин кондишина твоей команды словен конечно но не использовал он имел ввиду линия которая имеет преимущество и которая может вывести твою команду к победе на что дабл лифт говорит в идеальном мире возможно но мы в реальном мире живем дабл лифта слова и в реальном мире по своему опыту дабл лифт дальше продолжает я эту цитату вам зачитываю сейчас у лесника нет иногда беден я идеальной линии даже если у него есть ли беден идеальной линии он не всегда сам может организовать идеальный ганг и нужно чтобы ганг был организован этой линии самостоятельно и поэтому ему нужно понять когда эта линия смогла сделать это или не смогла и он пытался вот дабл лифт объяснить что это не вина лесника что он не может афк шить вокруг идеальной линии потому что идеальная линия иногда бывает не идеальной но это я так понял слова дабл лифта возможно вы как-то по-другому их поняли на что лс опять же огрызнулся сказал что он с ним не согласен что это не может быть воплощено в реальности ну мол идеальная линия всегда будет идеальной лесники просто тупят типичный лесника хейтер а вот дабл лифту большое спасибо за то что он реально говорит что лесник может не увидеть что эта линия идеально это правда но зачастую это линию идеальный делает только сам игрок а уже лесник потом под это подстроиться и должен как раз этот игрок объяснить леснику что это моя линия она идеально приходи будем работать как ваше мнение ребят очень тяжелый старт у нас флай квеста против команды вилджинис 21 выбор стороны был у команды вилджинис они отправились на синюю и на красную сторону потому что второй раз на синюю решили не лезть даже третий уже получается 1 решение лезть и отдали афелия не думал поменять форму одежды поставить хромакей чтобы смотрелось посолиднее ты реально думаешь что в этом проблема но если ты реально думаешь что в этом проблема слова мод тогда ты плохо смотришь стримеров настоящих стримеров у меня однажды был спор с одним стримером после этого на меня видео сделали в этом споре как мне кажется я очень умные вещи говорил и одна из этих вещей звучало так в снг нет ни одного хорошего стримера вру сегменте имеется ввиду лиги легенд лиги легенд только ни одного у нас нет стримеров мы все отстой все поэтому равняться надо на англоговорящую аудиторию не аудиторию имеется на на англоговорящих стримеров смотреть что они делают на них надо равняться на них надо смотреть если ты там не найдешь с хромакеем и в пиджаке сидящих стримеров передай мне пожалуйста ссылочку на него потому что их там нет не в этом проблема просто вопрос ну вопрос хромаке мне некуда ставить вебку я купил новую она сейчас едет вы помогали донатом и собирали все скоро приедет освещение тоже приедет все будет куплено поставлена посмотрим как все поменяется хромаке мне некуда ставьте уж про это говорю просто да от хромакея толку вообще никакого нет как по мне бесполезная но трата и денег и место и пространство и усилий стримера по поводу одежды я не знаю у тебя какое-то пристрастие что ли к одежде или что ты пытаешься копировать английский менталитет и иностранное видение еще раз снг ру сегмент по лиге легенд я только это отмечал если ты посмотришь популярных дота стримеров популярных кс стримеров популярных других игр стримеров и просто того же самом мэдисона которые ну король и стриминга и блогинга тех же самых вылетел из головы именно но не будучи по именам бегать ты увидишь что они тоже никакими хромакеями не пользуются и так далее парень задал вопрос это с тем из предыдущего видео тема все еще идет но флай квесты против команды и волжение с забрали себе афели получили в лицо мисс фортуну с орном очень хороший драфт флай квесты тут же конечно же против этого орна добирает себе тронла чтобы лейтгейм был за ними и от рокса получает грагаса в лицо и в итоге мы получаем тимфайтовую комбинацию ты вл джиннисов которым нужно сейчас было убрать неприятных чемпионов для озера скорее всего так и есть потому что озера им не поломали но флай квесты испугавшись что джизука может сыграть на ясу убрали ясу зою почему-то решили забанить не совсем не ясно зачем ну ладно забанили забанили как это нет толку от хромакея собирать деньги квартиры побольше я абсолютно уверен что хромакея ничего не поменяют одевание но с одеждой вроде у меня нет проблем если именно пиджак нужен то для общей аудитории который у меня есть она вряд ли подойдет чё опять будет корки до обхода будет опять корки и браума берут против орна но чтобы ульту и восстанавливать как выглядит слабовато драфт от команды флай квестом в данном случае корки это вынужденный пик потому что от рандл с ним хорошо сочетается все же но почему я говорю слабый пик потому что тимфайтовая комбинация сильнее у команды evil genies late evil genies и сейчас поломать могут команде флай квест своим чемпионом и у них выбора было много они решили юми взять юми с озером тоже хороший комбат так что нормально думаю начало игры будет за командой evil genies 55 mid game это будет самая сильная стадия игры команды флай квест и late за командой evil genies как-то так сейчас посмотрим конечно на руны и надеюсь корки отказался от этой дурацкой руны электрокьют побриться на лосы надеть костюм но если только так запах реверс випа но посмотрим ариана зашла бы спрашивают стран лам такой себе вариант ариана просто ариана больше любит тимфайты где танк инициатор есть команде от рандл он просто кубки свои кидает поэтому скорки то он хорошо и работает так как он замедляет противника кубки летят кубки вы поняли но кубки летят и в эти кубки летят ульты от этого чемпиона ничего себе оказывается у меня нет эмоций вот это вот это заява подожди паре пишет тебе нужно эмоции давать а ты как лектор по сопромату никакого ощущения 100 смотришь какой-то турик будто все три заставляют смотреть окей окей друг оказывается мне кажется я вообще самый эмоциональный стример по лиге легенд из всего что тут есть оказывается у нас нет эмоций ну ладно это личная вот человеку кажется что сопромат именно так ведут что именно так комментирует если ты имеешь ввиду корейские эмоции я полностью с тобой сагал корейских эмоций тут не будет и я тебе более того скажу их не было у меня и когда и варкрафт комментировал тоже они очень редко появляются но блин другие не корейские эмоции выше крыши опять этот вард стоит чуть читерский я его уже вижу не первый раз под просветкой ты пробегаешь на этот вард не задеваешь а этот вард видит как был проведен энвейд ну и команда его джинни заберет синеба о даст синебафф и заберет синебафф потом грагас на обратном пути когда начинал играть в лол вышел чемпион ария какой чемпион вышел когда ты начал играть вот это вопрос вопрос на миллион рублей ответ кстати говоря снизу в описании под подстрим неизвестный поддержал ваш канал на 1000 рублей воу воу неизвестный приветик тебе а чё без этого безызвестности но я хотел то может что-то спросила бы типа виви больше эмоций меньше говна больше сопромата и меньше дерьма но очень там такое но этого не произошло большое тебе спасибо неизвестный соло кто-то кстати сейчас попалет подганка но он правда видел варта цвенскерина он тоже по нему прошелся про дом без просветки был сын скери но при таких вот маршрутах надо тоже было конечно же взять просветочку ну ладно 00 процентики как видите power of ул по голове надавал тренер солото по ум зря это делаешь там правда трендл подходит он все же отменялся венскери но красный баф и извините синий баф хоть у того и был уже красный интересно такой моментик так вот вернуть к мысли у команды fly квест power full в этот раз играть с правильной руной и он не проиграет эту линию в этот раз он победит ее ну либо выстоит в нормально меньше говна но больше дерьма молодец прочитал прочитал что я говорю процентики вы взбиваете толку за команды его дженни сначала 55 процентов mid game за команды флэква 60 процентов и late game за команды его уже джинниус где-то тоже 60 процентиков больше дать им наверное не могу хоть это матрокс я начал думать может быть дать больше но отрок сбивает с толку потому что его реально тяжело убивать за чемпионов которые еще вилл джиннис откидывать суховатый пресненько просвет очка да именно просвет очка это шутка кстати задорного кто не знает тоже он из латвии родился в латвийской ссср здесь же и скончался царство ему небесное у него была вот эта шутка про вывеску просвет очка но это вывеска была над как называется эти хирурги которые в попе ковыряются короче ну вы поняли что я забыл вылетел из головы и слава богу и никому не желая такого испытать болезни это плохо не на уролог он тоже это делает периодически проктолог вода я про него пытался вспомнить проктолог сколько у него применений да да неизвестный депром подарил 100 спасибо за комментирование аналитику второй месяц смотрю лолы когда ты стремишь всегда у тебя еще правда ничего не понимаю но стараюсь друг ты здесь не один мы тоже ничего не понимаем и мы тоже там у нас ганг выходил на бэнга бэнг хороший стать стать сделал потом все же его зацепили но он тут же дал клинтик свой снялся цветик себя и остался за изл с экзостом единственное это линия но игнар потратил и гнать этого всего это же финал да нет полуфинал финал будет завтра чемпионаты америки планируем его стремить сегодня будем опять пилят ой что такое тортл делает он флешится чтобы дать автоатаку и зарутить бэнг у которого нет флэша но мне кажется они могли без флэша сделать это убийство ну ладно захотелось и захотелось тортлу ворваться красиво но это над несу серый как говорят английский комментатор было это было не обязательно совершенно флэшится потому что все еще игнар мог прыгнуть на w дать кушку все еще тортл мог просто попытаться подойти дать автоатаку потому что он так и так бы дал замедление с этой автоатаке потом взял рут при помощи ешки так зачем было рисковать ну точнее не рисковать риск на будущее то что теперь у него нет флэша и грагаса ганг может прийти сюда но заработал команда флэй квест килл заработали себе еще дракона за счет этого и обратите внимание как у пауэр фула все зашибись наконец-то на линии вот как руны руны меняют погоду да ну по поводу ответа на вопрос с какого я играю играю с появление рингара я точно это помню потому что был момент я запустил лигу легенд я помню в покер что-то там выиграл довольно неплохо немножко расслабиться решил хотя бы что-то еще поиграть кроме покера то у меня уже башка от покера начинала болеть из-за этого я подумал слышал что вроде популярная жуткая игра стала лига легенд надо попробовать хотя бы раз в нее сыграть скачал ее сейчас давайте досмотрим я вам когда историю расскажу мое становление в лиге легенд хотя может быть времени не будет нет соло соло ушел так вот запустил у меня был старый еще компьютер и он жутко лагал игра просто жутко лакала там был надо было пройти с компьютером миссии и я не смог даже с компьютером миссии пройти но с трудом просто лагала на блок кнопки нажать они не нажимались это кучу за ерунда ничего не работает и я такой ничего себе ну неужели игра так столько жрет оказалось у меня просто у компьютера винчестер полетел и минус бэнк снова бросает инста что-то грагас не успевает от свинской вообще никуда прийти он приходит сюда когда уже номер два смерть для банка приходит ггвп но пока нет еще будет все же у команды evil джиннис еще лейтгейм но мне нравится что они ту стадию игры где они сильнее соперника продувает у них есть в данный момент доминация все же мисс фортуна у них есть доминация грагаса но ее нет как вы видите в этой игре конкретно так вот вернуть к мысли по поводу того что тогда произошло на следующий день я снова запустил лигу легенд но уже компьютер перезагруженные и винчестер охладился и поэтому не было больше лагов я такого оказывается можно поиграть в тот день когда первый раз заходил было одно один экран превьюшный клиента а когда я захожу во второй день играет шикарная музыка на клиенте знаете как будто вы совершенно в другую игру захожу и стоит котик танцует ну как танцует он там лапкой своей машет и музыка играет кто слышал мелодию ренгара тот знает дико крутая басы нет вау вот это да я ничего клево я еще про себя подумал ничего себе это под каждого чемпиона они делают логин и это вообще сенсация была потому что я был знаком только с игрой там герои меча и магии и варкрафт где вечно один и тот же логин висит и вечно одна и та же мелодия такой ничего себе здесь логин такой шикарный красивый клиент заходка вау круто ну и сыграл первую игру за ли он да за ли он точно была первая игра потому что она была свободным чемпионом на следующий день захожу а там снова ренгар и тут я осознал что оказывается это новый чемпион который сегодня вышел а я просто именно вот ровно в эту дату выхода ренгара зашел в лигу стримеры сейчас так как с героями меча и варкрафта не я уже больше знаю я еще знаю валорант в бане тогда были мал фитшен и амума и мастер ищет тоже очень часто банился а когда я спрашивал на какой сервер идти играть мне друг мне говорит типа но если хочешь короче с нормальными ребят это не оскорбление это цитата друга я думаю даже ее можно найти у меня где-то в скайпе тогда еще в скайпе общались все если хочешь с нормальными пацанами играть иди короче на европу west если хочешь с поляками играть то иди на нордик ну вот и я такой ну я наверное хочу с поляками играть но пошел на вест да ладно я пошел на вы как вы знаете дару сервера тогда еще не было кто не понимает не оскорбление ru сервера тут именно оскорбление нордика есть так задуматься это не оскорбление просто он сказал что там будет постоянная токсичность короче на нордике и уровень игры будет очень низкий но я потом вспомнил как в кс было это все играть с этими ребятами которые вспоминают разные слова что-то мне сразу впечатление пропало и думаю ладно пойду на вест хотя меня во второй игре уже хейтили а меня хейтили во второй игре ребят потому что я на катарине на минуточку собирал а д предметы знаете почему я собирал а д предметы на катарине потому что я думал что здесь как в доте а гильщик она но у нее же ножи значит надо а д предметы собирать имя это была моя вторая игра на катарине меня хейтили просто все пишут ты придурок ты почему собираешь а д на ней это кублен а чё не так и говорит ты что дурак она только скелется от аппетку что такое скелется ну я реально второй уровень в лиге легенд ну как бы откуда я знаю что такое скелется что это за б 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 там сообщение летят и такой объясните нормально и говорят есть от и есть аппетит и собираешь только одетку и она стелется не так я навожу мышкой написано magic урон какие-то циферки прибавлены думаю ну а при чем здесь это но magic урон это просто заклинание носит магический урон но в доте то так и работает просто заклинание наносит магический урон все ну никаких проблем что ты ко мне пристал автоатаками я бью это ad урон нормально же комбинация все круто да кстати у него ульта скелется еще от а д но там везде магический урон я даже не помню что я собирал за предметы если честно не долго та игра шла следующую игру я по моему я точно был на топе еще раз пошел за лиону сыграл потом вот еще одна игра то ли на нуну то ли на комнату играл еще не понял что делать за этого чемпиона просто ходил фигню какой-то страдал а уже потом я решил посмотреть первого стрима такой большой чтобы понять еще что такое сколько у него применений все подарил 150 приветик имха вряд ли это поможет сразу и много заработать и беру опа давай что-то делать стиль там я ухожу с таких стримов но смотреть больше некого стоит задуматься о более красивом и продуманном монтаже и при заказать маркер анализировать что разные чемпы должны делать к твоему контенту ближе то что делал в свое время шрапчен путин не знаю что же шрапчен путин но наверняка он делал что-то красивое но я реально не знаю кто это такой а по поводу да тильта мы пытаемся тильт прувиться это абсолютная правда то есть я пытаюсь гореть красиво сейчас последнее время раньше контент был более скучный скажу прямо по поводу монтажа я благо раз уже рассказал здесь флай квесты по ходу эту партию выиграть они просто громят товар дайвом командовал дженнис на топ-лайне флай квесты все выживут азира стоит на медлайне и теперь не может понять как ему победить в этой игре когда корки б этот раз сделал правильные руны и правильно против него играет а его команда подарила несколько киллов на бут-лейне сейчас ротацию хоть и не делала команда флай квест на топ-лейн своим бут-лейном но они сделаны на медлэйне освободили корки который пошел убивать кума кума зазонили продамажили его он побежал под вышку грагас ему пошел помогать чтобы его вдвоем нельзя было за товар давить но тут пришел корки и азир не может сместиться потому что на медлэйне стоит браун и афелия тоже помогает афелия потом ушел что большое право и ордан подарил 100 приучи стронг стримлер лук не польша стронг абсолютно с тобой согласен я осуждаю своего друга за то что он меня послал не на нордик так вот вернусь к мысли а по поводу монтажа я говорил то очень много времени занимает у меня монтажного своего нет чувака я сам пытаюсь если делать монтаж что вырезать все горящие моменты по практике я делаю что касается гореть дата я опять же делаю анализ по англоговорящим стримером смотрю как они горят и как публика это одобряет или не одобряет и вот забирают такие но мне не нравится что моя публика иногда ну точнее на этом это как раз публика доросла до этого а вот новые зрители которые могут захватиться они не доросли до как-то называется пассивно агрессивных комментариев и они реально считают что это чсв но это просто пассивно агрессивные комментарии с шутками которые вот их хошиншин используют ну вот у меня было одно время я полностью делал все как хошиншин делает и результат как раз был то что на меня ролик написали хотя ну ладно иногда переходил рамки но все пассивная агрессия мне не кажется уж такой плохой плохой методикой при поднесении информации я монтажника и строитель самоиронии нет самоирония она вообще не очень актуально не в мете опять же могу вернуться к теме найди стримера который занимается самоиронией и не найдешь забавно что самоирония была очень популярна в 2014 2015 годах и ее было очень много везде и возможно именно поэтому она сейчас не так популярна посмотрите стримы на записи стримов того же самого night blue 2015 года и сравните сейчас и вы увидите как раньше у него было самоирония выше крыши сейчас ее нет вообще как у бани фуфу он сидел и делал постоянные шоу смешарики как будто как для детей а сейчас он стал но обычным хошиншином у нас здесь кстати поймали команду флай квест они даруют дань команде и в джиннис и таким образом игра будет продолжаться подкидывание подчеркивание подарил 200 я помню свои первые игры на кем не не удивлялся почему меня запас мана не увеличивается с покупкой предметов было дело было но сражение вайл тортл чуть-чуть перевернул по килом у нас в итоге разменялась команда велджинис плюс 3 сделала себе плюс 3 до но потеряли одного бойца и главное потеряли лесника раз потеряли лесника значит потеряет и дракона у алярма сарма сама ирония может быть осталось я честно алярма не смотрел стримы так что только знаю что он играл ногами это все что про него знаю эти стримы saint вишеса не такой популярный прям стример но можно доглянуть у кенана да вот по поводу энергии я с этими чемпионами познакомился уже в тот момент когда начал осознавать что такое руны и таланты так что уже понимала что с этим происходит но действительно многих это сбивало с толку когда они начинали все равно что ли на игру как объяснить его действия 15 минут я думаю 15 минут это называется я не знаю чем мне делать с этой юбидой мой бот лэйн проиграл и я не знаю как им помочь но я с тобой соглашусь с энскелем полностью продал эту партию и уже три дракона команды fly квест они мидгейм просто раздавили команду его джинни сейчас есть сломать еще вышку на мидлэйне можно сушить весла потому что без вышки на мидлэйне и в джиннисе не смогут просто даже на дракона сместиться а это значит будет инфернальная душа под укорки с инфернальной душой это автовин сразу вам скажу в этой игре та команда которая заберет душу дракона они выиграют партию точно то есть тут нет других камбэков потому что здесь невероятно сильные душевные драконы душевные герои под мисс фортуны идеально заходит инфернальный дракон под джизука который на озере играет идеально заходит этот дракон под грагаса идеально с этой стороны у нас идеально для трокса идеально для корки идеально для афелия поэтому та команда которая заберет и все но самоиронию можно добавить это не проблема я вообще самый ироничный человек на самом деле это надо конечно же развивать все и настроение стримера сильно очень зависит конечно же от игры и вот некоторых еще факторов которые в этот момент происходит тоже должны вы это понимать и в лиге легенд это все очень непредсказуемо реально очень непредсказуемо 5000 пятихаточка не знаю как вернуться в игру команде и в джиннис на старой 40 когда она давала союзнику ману а противнику сайланс некоторые новые игроки просили перестать давать врагам ману было 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 дело такое это реально было вообще мне кажется тогда лига легенд была менее как бы сказать креативная что ли потому что все игроки вот реально вот этот термин оттуда идет по-прежнему ты из тех годов там 2012 13 14 15 на даже включительно кто-то из стримеров сыграл и теперь ты играешь этого чемпиона мы это оттуда все еще берем сейчас такого не существует сейчас на самом деле так много контента везде состоит что один стример не может повлиять на целый комьюнити раньше реально это могло произойти один стример одна про геймер игра и все комьюнити начинает мгновенно играть что-то новое потому что раньше креативность была гораздо ниже у игроков сейчас она слишком высока возможно это связано с тем что райт геймса тебе присылает письмо каждый год в стиле ой ты такой молодец ты заработал себе гол тела ты определенно один из лучших наших игроков и твое мнение очень важно для нас вот это кстати была пост агрессивная комментарий вот сейчас вот это вот и есть пост агрессия спасибо не за что лёха всегда готов помочь эти письма шлют не раз год если ты а еще и дольше ой больше но нормально мне ничего не шлют риоты у нас здесь 53 час будет врывчик судя по всему от пауэра фуэлла под гигантской валкирии и он пиу 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 делает ждет пока отрок сюда подойдет потому что без отрокса ой кума ты чё кума боже мой и бдыщ ну давай корки ну твой выход же но уже все свет камера все поставлено для влета корки а он боится но ясно трусишка якубович я думаю его пугает предыдущие просто игра где он плохо сыграл теперь мустро вот вот это волкирия бога было да вот это неплохо там кума прилетел со спины пытается выиграть смайта но если у кума смайта то нет у него смайта и ребят понеслась матча по трубам потому что первые команды и фрай квест есть дракон убийца душу они себе забрали соло пытается убить джизу к джизу к своим солдатами еще римовскими сражается ими выпрыгивает дает автоатаку чтобы прокнуть щит понимать что на бросать азира но после этого надо бросать и свинскеррена она выпрыгивает принимает на себя кушку возвращается назад с крем все еще жив он пытается пока эти но санторин до него добегает грызет его и остался котик за которым бежит тролль кто же сильнее котик или тролль и тут усатый нянь выпрыгивает котик все еще жив его станет эйс и т 1 думал что будет смешно и но не смешно но дома что будет смешно типа из он скт покажет надпись вообще не смешно вот если бы он показал надпись ребят в этот момент cloud nine вот это было бы смешно намек на то что cloud nine вы следующие но здесь намек идет на то что игнар в свое время играя в команде misfit почти победил команду т1 потом поехал в корею в команде бибики оливерс он одержал победу над команды т11 раз играя на своем брауме после этого он признал что его обманули и он был уверен что он будет играть сильными командой а его обманули он извинялся просил прощения у европейской аудитории европейской аудитории его принял он вернулся назад в европу в этой европе сыграл не очень удачно потому что ну уровень игры его видимо в корее упал потом вернулся в америку победил только что команду и в джиннис полуфинале и показал что победил он на брауме ст1 вот отсылку только я понял мне кажется даже сам игнар когда я ставил т1 вот этот значок он не понимал что он делает он делает и бессознательно вот если бы показал гамбит но это было бы здесь ни при чем вообще надо было показать мисс фит это было бы логично что мисс фит и ему дали путь в жизнь почему китя так долго живет почему ее не шут но на самом деле они ее жалели я вот не смеялся над этим мемасиком который был в интернете ходил самое кайфовое чувство там жизни там нарисовано типа путешествие выспаться там секс красивой девушкой и второе убить юми после того как убиваешь от адекери на котором она сидела мне лично вот мне лично когда я убиваю до керри на котором сидела юмия но иногда даже жалко ее убивать вот честно вот такое вот ощущение у меня произошло я понимаю что но он старался но он не виноват что у него до керри бездарь который только что умер ну или там тот игрок на котором он сидел он убежать теперь не может то есть такое печень что он просто лучше бы он сразу умер вместе с ним тогда бы это было не так обидно для меня вот какой-то такой не потому что эти по котиков жале хотя котика жалею именно вот такое ощущение то есть я ставлю его на свое место и понимаю что ну ничего теперь сделать не может но все это это стопроцентная смертью меня хотя в на протяжении всей игры она мне будет бесить там прыгать с игрока на игрока и так далее а люди этот мем нарисовали еще подумал так это же не смешно неужели есть люди которые реально убить ктк который убить азир сбрось кота с плеча да такое ощущение что убили маму котика и котенок остался один все понятно все понятно я даже иногда извиняюсь говорят корм там покупаешь да злодеев детстве ты душа потом оренгаром станет зато как и кайфую когда убивая лисинов ой 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 вот это я кайфую когда лисина просто найти на тебе возможно подсознательно это дальше опасная шутка будет просто подсознательно вам хватит прошу прощения товарищ юми но на этот раз я одерживаю победу над вами да и затоптал ногой не торопится никуда команда fly квест потому что у них четыре дракона одновременно сейчас будет появляться и на шор уже есть имеется ввиду элдер дрейка будет на шор и они будут выбирать где посражаться при этом медлайн вышка тоже под их контролем чем дольше будет идти играть тем лучше будет у команды fly квест ситуации становиться но кроме случая где они тупанут отдадут сразу два например героя потом два объекта как сегодняшний кира тебе кто смотрел говорят кира сегодня рекорд установил чемпионата снг 24 смерти похвально почти что за три игры правда то есть среднем он получается по восемь раз за игру умирал по моему реально анти рекорд до которого даже воевектис было далеко но завтра будет даймонд прокс устанавливать рекорд так что ребята из команды гамбит они всегда держатся вместе там магнар кстати много здоровья потерял можно убить он от флешивается джизуко решает делать инициацию за азира но не впрыгивает а просто солдатами пока воюет расставил их здесь тортл дает прокаст у нас все живы да пока все живы у команды его джиннис корки делает врыв какой-то кривой джизуко все еще же пошла мисс фортуне на ульта кума тоже все еще жив но добирается до мисс фортуны то что она статичный чемпион и все же драконы сделали свое и остается только один за за мисс фортуна ой мисс фортуна у игнара был значок все же мисс фитов видели видели мисс фиты и т1 он намекнул он именно намекнул нам с вами что именно вот поэтому он сделал т1 а чего вы не заканчиваете чего вы серьезно ну fly а можно репорт им дать за неуважение соперника что это за бред куда они пошли но они скажут типа мы не могли успеть за 30 секунд закончить но ну окей на 30 минуте закончить пошли забирать еще один объект себе какой же банк балбес но мисс фортуна в этом плоха против грагас потому что когда ты против грагаса ну и против грагаса тоже против браума я хотел сказать скала грагаса тоже грагаса начали показывать когда ты ультуешь ты стоишь на месте и поэтому в тебя очень много заклинаний может залететь 23 с половиной зайдет но полтора кила надо всего сделать учитывая что они не закончили игру fly квест и им придется еще раз и сделать против команды evil genus но то что надо было дать на ульту под другим немножко углом это да мухи налетели они т.б. отрабатывают на себя поставили ставочку что будет больше 23 с половиной киллов поэтому не закончили ну понятненько понятненько но там типа близкое было бы окончание хотя я считаю что с такими чемпионами там невозможно было проиграть они могли спокойно идти пушить осталось бы как раз база и один одна вышка когда появились бы два игрока не веришь что санкук соло вытащит но если честно ходила вот по интернету информация что вроде как команда гамбит не особо-то трай хардила регулярку и как раз выходит на максимальной форме своей пиковой форме на плей-офф если эта информация не ложная то у роксов завтра очень большие неприятности потому что они к этому не готовы они не готовы играть с гамбитами которые уровень будет показывать но видя как играли гамбиты на протяжении сплита если они но это всего лишь миф шансов гамбит завтра почти нет не ставки вообще запрещено делать про геймером кто не в курсе в любом событии в котором они участвуют им запрещено делать более того во многих видах спорта вообще запрещено делать ставки даже ну ты играешь футбол тебе на теннис даже запрещено ставить парадокс потому что я уже много раз говорил любой спорт и кибиспорт том числе но взаимосвязан со ставками то есть в любом случае одностороночкой не одностороночки при условии если гамбита реально заиграет хорошо вряд ли будет он тогда гамбиты выиграют 3132 а так 3-0 очень похоже что будет завтра в пользу ароксов просто ну гамбиты и вот интернет заикнулся что вроде как не знаю уху или не уху это последняя игра да это последняя игра на сегодня а ты делаешь я не делаю по асфальту 2011 года как бы у эдварда даже есть опрос вк с каким счетом они оприходуют завтра роксов 30 31 32 покерем завязал да поднадоело свою жизнь сыграл там нереальное количество рук и чуть-чуть подустал может еще продолжим ближе к старости покер это не та игра где возраст мешает я и в шахматы думал вернуться в одно время я же как никак к м с там моё элло где-то 2 200 2 300 свое время должно было быть где-то 2 200 2 300 я бы не сделал наверно хотя если я дальше занимался сделал кмс по пончикам хорош хорош но я кстати шахматы по-прежнему смотрю слежу за чемпионатами разами так далее что думаешь насчет тфт думаю риуты погубили эту игру и вернуть ее воскресить ее точнее быть теперь очень тяжело они погубили ее своими сетами будем надеяться что один из сетов хотя бы зайдет и получится отличным сейчас сет получился отлично но визуально противный поэтому я его не играю там чемпион будет проводить он нашел спонсоров все топ игроки да да я про это слышал я про шахматы говорю в этом в теме сижу не на всех блогеров подписан по шахматам смотрю всех слежу за трендами это где-то silver 2 200 не а это не сервер но это где-то платина это платина получается если ну так переводить потому что 2 800 это лучший игрок на планете лучшие игроки лучший игрок сейчас помню 2 780 это типа чалики 2 500 это гранд мастера по моему 2 600 2 500 2 400 это мастера то есть 2 200 2 300 это как раз если бы по нашим аналогии это были бы алмазы просто там по-другому немножко все считается тебе надо именно выигрывать определенных турнирах чтобы защитить себе титул мастера и потом его держать очень долго есть еще международные мастера есть мастера страны вот я был к м с страны и ломазом я не был некрас там платина страны то есть даже не международки ну что что у нас здесь финальное сражение игнора почти убили но он выжил за счет guardian angel своего ну там не гордина желанки ну и пошла та самая игра про которая говорил просто не хватает урона команде evil джиннис озер вроде вытанковывает вроде бьет в ответ но там просто игроки его разваливаются за это время то что корки вместе с вайл тортом расстреливают их вся база открыта там крипы уже осаждает ее evil джиннис и последние тики свои базы сейчас будут защищать последние тики секунд уже остались у них чемпионате чемпионат для них завершается но я думаю это успешный чемпионат для команды evil джиннис третье место они занимают на нем перегонять такие гранды как команду чем liquid команду целга богатую команду дигнет команду конечно же тим соломит но проигрывает флай квестом и клауд найн и вот флай квест это реально сенсация этого чемпионата в любом уже случае потому что они взяли себе power of evil который вообще казалось бы не умеет уже играть прошлом сплите он играл в команде целга но играл отвратительно и почему они не заканчивают флай квест они походу поставили total плюс 40 да и все еще не заканчивали решили после элдер дрейка потянула шора боже мой эта команда ну ладно еще одно сражение будет значит финальное причем игнар там биты все еще он не только не восстановила здоровье ну что волкирия будет от корки в атаку радово пиу-пиу кума отпрыгивает замедление идет от юмия у них же почасовая плата кстати мы же разобрали с вами до прошлой неделе что команда флай квест в основном затягивает все партии потому что у них почасовая оплата скорее всего потому что средняя продолжительность их матчей 45 минут и ну не ладно 45 у них 39 минут 45 это победной катки и возможно у них почасовая оплата поэтому они никуда не торопятся сейчас думают может слить вообще эту игру потому что нужно еще одну создать еще 40 минут добавить к своему графику продлевать добудете бегают ой ладно не нашу разобрали но теперь то точно закончить что тортла какой-то билд не дамажить и у него там такое печенье что один только предмет на урон взят 1000 урона с 3 с двумя драконами этими красными странные конечно куру должен быть гораздо больше потом guardian angel и last whisper недоделанный поэтому так получается резалку отхилла вообще не понимаю зачем он взял против юми что ли только там в power of will была инициация над флешился но сейчас то все нет до конца все ингибиторы сначала потом ждем крипов а потом компот поймали застанели кума кума нажимает джоню свинскерин вынужден отбегать вышка падает можно никого не убивать а просто заканчивать игру мисс фортуна дает ульту но по сантурина как будто вообще не носят урон и они реально закончили никого не убив я реально просто закончили никого не убив из команды такие пацифисты флай квесты ну мухи они действительно за деревья но если честно они выиграли минут 15 назад когда забрали себе дракона и прямо там же могли пойти заканчивать игру но почему-то решили потянуть еще немножко эту партию вышла джи 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 секонд плейс до матч за второе место люди стебаются 3-0 для команды cloud nine incoming но я бы кстати так прям вот открыто не говорил 30 потому что cloud nine и реально сказали самый неприятный для нас соперник от командов лайквайс потому что у команды кланой было право выбора соперника себе я закрыл что ли геймпедия у них право выбора было соперника себе на чемпионате америки и они в плей-офф выбрали соточку соточку выбрали потому что не могли выбирать могли выбирать только между флай квестами сотки не могли выбрать evil genius потом evil genius победили сейчас все же флай квесты добираются до них и в итоге я полностью можно сказать угадал структуру чемпионата америки cloud nine и флай квесты финал я ставил cloud nine что победят их 31 финале но посмотрим как то на самом деле произойдет а вот чемпионат европы я угадал финал но это было несложно но не угадал третью команду в европе фанатики против g2 финал но я говорю g2 против фенка и сюда я стоял команду origin по моему ну да origin of mad и origin у меня вылетали origin и здесь всех побеждали либо rga либо origin у меня были вот здесь был матч rga и origin и я поставил что origin и пройдут дальше помню так у меня было финал и по крайней мере у двух чемпионатов угадал уже доволен чемпионате корей кстати говоря тоже практически все угадал пока только playoff вам не рассказывал как будет происходить но мы уже знаем что дамбона победили кота роста 20 числа будет dragon x против дамбон гейминг будем его тоже обязательно стримите 22 будем стримите 25 тоже будем стримить финал чемпионата кореи вот после этого начнется свободное время потому что больше ничего не будет а здесь все чем сегодня идем отдыхать завтра финалы чемпионаты европы завтра финал 18 00 19 апреля фенка g2 приходите смотреть завтра же и финал все сломал чемпионаты америки 2300 клауда не fly квест тоже шмотр всем пока удачи